Морозевич Мамедьяров неплохой выбор. Неплохой выбор, да. Неплохой выбор. Прямо скажем. В первом круге Морозевич с черными добился абсолютно выигранной ситуации, но потом случилось страшное. А тут вариант Бреера, что ли, разыгран такой? Ну, со спины все-таки тяжело. А, нет, нет, это не Бреер, это Берлин такой. Это очередной анти-Берлин. Ну, в общем, можно сказать, тихая испанка, неторопливая. Когда обе стороны не торопятся. Морозевич все время... Проявлять активность центра. А в нормальной, в классической смысле, шахматы. Блитц тоже нормальная шахмата, я считаю. В классической шахматы Морозевич выиграл в свое время много партий белыми. Но потом он сам писал, что все труднее и труднее становится получить перевес, находить новые идеи, скажем так, в этих вариантах. Ну что, слон С2 и Д4, наверное? Ну, да, слонов менять не хочется. Или Б3, или С2. С2, наверное, да. Ну, чтобы пешку на Е4 защитить. Ну да, слон С2 с идеей Д4. Черный конь Ж4 могут пойти, могут пойти что-то другое. Конечно, тут ходов много. Но играть Ж6, Ж5 при коне на Е3 как-то не очень хочется. Не, Ж5 не надо. Конь Ж5. Конь Ж4 заслужил внимания. Конь Ж5 тоже. Ну, Д4 вроде само собой напрашивается, да. Да. Конь на Ж5 мне не всегда нравится, как стоит у черных в этих позициях. Должен прыгать на Ф4, а дальше что? Вопрос. Ну, конь на Е7 еще не очень хорошо. Вот так он маневрирует конями в начало. Но хочет вынудить как-то спровоцировать ход Д4, Д5, после чего можно будет уже Ф7, Ф5 проводить. Ну, даже с конем на Ж5, Ф7, Ф5 всегда непросто, потому что там будет Е5, Ж5, но не поддаются на провокацию. Ну, Белый пока просто централизуется, да, не тропленный. Логично. Самая логичная фратегия. Ж5 это серьезное ослабление все-таки здесь. Слон Ж3 просто уйдет. Вообще в начале партии Шахриар много времени выдает. То есть на выходе из дебюта он как-то играет самостоятельно и действительно всегда приходится ему предлагать усилия. Как только энергии хватает, непонятно. Ну, вот первое поражение уже последовало, так что, ну, довольно хрупко все на самом деле. Посмотрим, как Шахриар справится с этим давлением. Позиция у него похожа, конечно. Не, ну, в целом сегодня он играет, по крайней мере, или у него фортуны сегодня поменьше. Ну, такое ощущение, что он как-то играет менее уверенно, чем вчера. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, вот этот размен на Е5 слоном с непомнящим меня удивил. Вот это зачем сдавать центр? Ну, оригинально. Ну, оригинальность это, конечно. Он может хочет СД, потом Ж5, Ж4 проскочить и забрать эту пешку Д4. Это, конечно, рискованное мероприятие очень. Задумался Александр Сергеевич. Не, конем взялся. Это вот это тоже непонятно для меня. Хитвец. Он испугался. Илья, ну ты же сам объяснил, Ж5, Ж4. Да, но там все-таки, по-моему, компенсация была бы хорошая у белых, мне кажется. Ну, ладно. Саша решил, что будет играть солидно, позиционно. С другой стороны, у белых нету этого сильного центра певчного. Ну, что, сейчас Ф3, слон Ф2, что ли, да? Нет, Ладья Д1 пока. Ну, в последнее время Морозевич, я почувствовал, у него тяготение началось, какой-то солидности такой взрослости. Может, повзрослел человек. Ну, так бывает иногда. Играл в детстве Королевский Гамбит, обыгрывал Ананда в 20 ходов, а сейчас уже нет. Сейчас играет так сдержанно, аккуратно, избегая неясных осложнений. Присутствовал на той партии в качестве зрителя непосредственно, участника турнира. И причем дебюты какие-то стали все такие старомодные, очень такие, ортодоксальные. Где Королевский Гамбит, спрашивается. Где контргамбит Альбина? Альбина. Б5. Ну, белых все равно. Где Альгайр, где Будапешт, где вот все-все Гамбиты, Фолькбейер, где Гамбиты, к которым мы привыкли? Нет уже. Б5, ну что, куда хочет. Может быть Ферзя на Б7 хочет вывести? Ну, поле Ц4 взял подконтроль на всякий случай. Конь Д5. Ждет хода Ц6, чтобы вилку на Б6 объявить. И на Ф6, кстати, так присматривается к полянке. И на Е7 тоже. Ты посмотри, Илья, во все стороны эта лошадка прыгает. Конь Е7 угрожает. Неприятный очень ход для Блица особенно. Какой-то степени, да? Для Блица крайне неприятный ход. Король. Король Ф8. Ах7. А, король Ах7. Ну что, с правой в челюсть не пора ли? Нет, пока еще не пора. На Ф4, кой Ф4 есть темповый ответ. Слон Б3 прикрыл полянку на Ц4, да. И к пункту Ф7 немножко пристраивается, да? Да. А заметьте, полторы минуты, на полторы минуты меньше на часах у Мамедьярова, и уже начинается реальный жесткий цепь у него. Ладья Б8. Вот очень тяжело защищаться. Ну, аккуратно и терпеливо. Но он умеет. Конь Е7, ФР, Б7 пока есть ход. И вроде все защищено. А ладья Б8, чтобы в случае конь Ц4, во-первых, 6 при случае, чтобы грозить конь Б6 не было. Да, да, да. А во-вторых, чтобы после конь Ц4 и размены потенциального ладья давило там на Б2. У белых должно быть лучше, конечно, но позиция довольно непростая еще. Ну, конь на H5 поддерживает поле F6, пока на F6 не вторгается. H3, G4 провести непросто. На H3 слон бьет H3 последовательно. Да, слон D1. А, ладья стоит на H1, на 5 я не вижу. А так мне казалось, слон D1 напасть на этого коньера, но ладья занимает это поле. Конь Е3 пока. Тоже логично. Ну, ход ничего не меняет, собственно, поддерживается на той же. С5, правда. С5, конь Е2. Ну, это немножко отбросили. Там на D6 висит. Ну, слабость, но зато динамика. Нет, С5 напрашивается. Он так и пошел. Я был бы рад белыми увидеть такой ход. Теперь, во всяком случае, есть конкретная слабость. Ну, не знаю, не знаю. Что, ладья Б6 играть, что ли? Я вообще не понимаю. Да не обязательно. Как тут жить-то дальше? С4 можно пока. С4, слон С2. Проблема остается. И слон Е6. А он куда ходит? С4, слон F8. Ну, как-то это смотрится не очень. Не очень казисто. Если есть такое слово, не казисто. F4. Ну, вот начинается потихонечку. Конь Ж4 и куда дальше? Конь Ж5, конечно, портит черным. Немножко. Вау. Конь Ж5 портит черным, конечно, рисунок. Может быть, конь Д5? А, нет, там ферзь С5 будет. Собственно, С4 очень полезное движение. И тут ферзь на С5 выскакивает. Слон Е2 можно сбить. Ладья Е2. Вот там, где-то конь на H5 должен с пешкой F4 поработать. Слон Е2 он бьет, ладья Е2. Не знаю, по виду все-таки перевес убил их. Ой, B4. Господи, боже мой. Слон на F8 стоит, да? Слон стоит. А что на ферзь D5 делать? На F7? А, там на F4 зависает. Виноват. Виноват. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что делать? Это зевок коня, да? Как я понимаю. Взяли на F7. Да, черные сдались. Просто сдался. Ну, вы знаете, рассыпался на медиаров.